Добрый день, Галина. Рад вас всех видеть, в том числе рады видеть многих наших клиентов, которые достаточно эффективно применяют технологии, наград логистики во время тела, уборки, зерна во время хранения. Мы специализируемся в этой области и, к сожалению, констатируем, что очень сильно недооценена значимость логистики и сдержек в этой сфере, и сдержек как инвестиционных, и сдержек как и операционных. И это все создает увеличенную себестоимость и уменьшает в итоге возможную прибыль, которую нужно было зарабатывать. То, что сейчас затронул Тимош, это одна из сверх по оптимизации затрат и получения дополнительных прибыли. Добрый день, Галина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Славы напрямую нам окружать, минуя последнические этапы, если приходится из-за узких прибыли дать услугам и своих регуаторов. Или, если конъюнктура складывается таким образом, что гораздо интереснее железной дороги грузить глубоководные порты, как Новороссийская Куапсай, нежели отвозить автотранспорта. В частности, в 2017 году один из наших партнеров в Целинском районе напрямую отгрузил порядка 40 тысяч тонн зерна со своего кубика в Куапсинский Новороссийский портрет. Разница в дельте, которая образовалась, если бы сравнил подгрузку автотранспорта в Азове или в Ростов, составляла от 500 до 1000 рублей на ток. В среднем 20 миллионов, дельте, это серьезно, дельте, естественно, на логистике в Куапсинске. Что еще можно было бы сделать для того, чтобы получать дополнительные доходы на логистике? Как много мы теряем на влаге, на пересушке зерна? Средняя влажность зерна на юге, в центре, это где-то там 10-11%. Я сейчас хочу, как пример, привести самого продвинутого, на мой взгляд, из наших партнеров, Николая Гончарова. В прошлом году рискнул и экспериментально заложил на хранение высоковлажное зерно, хранилось ли память не изменяет до зимы, и смиксовал с пересушенным зерном под 16-18% невеломожнее подправить, если я где-то там что-то там надумал, да, и зерно там 10-11-12%. Значит, провел миксование, каждое порядка 1600 тонн экспериментально. Вы больше, меньше, вы не подправите, хорошо? Угла мешка до 400 тонн. Значит, с двумя мешками, да. Вы только заложили 20 тысяч тысяч. Вы вообще красавцы, да. По этому году я еще информацию не получил, но то, что они сделали, это на самом деле прорыв. Я скажу так, прорыв это не части в области, это прорыв по части страны. Может быть, дальше масштаб, почему? Потому что они услышали позыв того, что за счет возможности сохранения влажного зерна можно перевести на несколько дней начало уборки, и за счет вот этой влаги, которая остается в сохранности на несколько месяцев, можно потом переувлажнять, или вернее, доувлажнять до состояния обычного ГОСТа пересушенное зерно. То есть, получается, несколько эффектов объединены воедино, и это все технологически возможно. Вот экспериментально, очень правильно поступил в прошлом году Николай, экспериментально заложил два рукава, получил результат, получил подтверждение того, что это все работает, и в этом году уже перешел на массовое применение. Я понимаю, что вот здесь, как минимум, идет речь о том, что уборка сокращается по сроку, инвестиционная часть на технику, которая необходима для проведения уборки, сокращается. Сокращается возможность потери зерна как по количеству, так и по качеству, из-за растягивания уборки. Плюс потерянная влага, по сути дела, восстанавливается за счет переувлажненного зерна. То есть, несколько эффектов, деньгарки я не могу оценивать, конечно, буду продолжать, если Николай вам расскажет, сколько это все тянет. Но это очень серьезный ресурс, который сейчас является недооцененным. Еще один ресурс, который связан с логистикой – это возможность отброски зерна при возможности скончалов, которые сейчас не задействованы. Просто потому, что зимний период туда подавать, сюда, это возможно, из-за замерзания рек. Лише, насколько я понимаю, железнодорожье моста Ростова считается и навигационной зоной. Речь идет насчет Верховья Дона, на третье идет насчет Волги. Это возможно будет интереснее и производителям зерна, и трейдерам. Порты, которые на несколько месяцев замерзают, они менее привлекательны для того, чтобы инвестируют деньги для получения перевалочной точки. Однако можно будет напрямую перевалить зерно с этих портов, используя мобильные технологии, которые сейчас уже нами разработаны, которые позволяют любой причал превращать в перевалочную площадку. С любого причала можно по 300-500 тонн загружать в час в суток. А вот что касается другой проблемы, создания транзитных зон для накопления зерна и сохранения до момента перевалки, значит, здесь тоже есть технологии, которые позволяют, минуя стационарное строение, обеспечить прямое накопление и перевалку. Это технология хранения в пластиковых рукавах. Мы в этой сфере уже 16 лет специализируемся и могу для экономики, чтобы понимание было, рассказать, что издержки на тонну зерна со всеми абордационными, эксплуатационными затратами, расходным материалом составляют не более 150 рублей на тонну. Общая лица. Спасибо. Вот, наверное, какая-то краткая информация с учетом ограничения времени. Николай, а можно два слова буквально сказать? Какую выгоду вы получили, что из-за этих новых дней? Для нас арифметика такая вот, как Иван Ильич сказал правильно, начать на три дня раньше уборку, убрать ее в более оптимальные сроки, то есть избежать излишних потерь урожайности. Убрать максимально своими силами, не привлекая посторонних, значит, КПД от каждого комбайна будет больше. Ну и самый важный момент, на самом деле, мы закладываем пшеницу на хранение, чтобы она в складах напольного хранения нормально лежала, 13 и ниже она должна быть. Тогда она хорошо лежит. А базис 14. И вот за вот эту пониженную влажность нам никто не доплачивает. Поэтому мы опробовали, на самом деле, на двух мешках. Кстати, с 17% влажностью один мешок был, у нас нервы сдали в декабре, мы его распаковали. А та, которая была 14-15,5, до мая пролежала, мы ее не трогали. Мы мониторили, все, ну вот в мае мы распаковали этот мешок. Значит, опять же, замиксовали эту, которую 17% влажность больше нельзя, потому что она не миксуется, большая влажность. А вот 16-17% она прекрасно миксуется с влажностью 12-10, на выходе получаем 14, по крайней мере у покупателей вопроса не возникло. У нас средняя влажность борта порядка 11%, 3% на объеме в 370 тысяч тонн математику сосчитать несложно. Я хочу, что, Тимош, по услугу добавить. Значит, это у части компенсирования потерянной влаги еще одна технология, на которую хотелось бы, чтобы обратили внимание. Мы случайно пришли к этой технологии. Это отволаживание зерна. То есть добавление в зерно в воду. И несколько лет назад, значит, для того, чтобы провести весенние инопуляции, вернее, инопуляцию в слое, в горотах и протравленное зерно прямо на поле, создали систему, которая позволяет при загрузке в умероперегрузчика, производим, провести одновременную подачу вот этих жидкостей. А потом уже поставили вопрос по-другому. А почему не подавать, как при отволаживании зерна в мельницах, в воду несколько процентов, скажем, процентов на 3, при загрузке зерна, пересушенного в этот бункер. Что получается? Можно зерно добавлять, зерно можно добавлять потерянную влагу. По сути дела, это потерянные доходы только из-за того, что испоение произошло быстрее, чем обхотелось бы. И дать возможность буквально через несколько часов уже получать зерно с восстановленной влагой. Ну, для кого-то это может показаться какая-то аватюра, на самом деле это не аватюра, заработанный денег. И по агрологистике, значит, еще хотел бы позже с момента обратить внимание. Вот у Николая Кочарова и у Эдуарда Курочкина вот шикарно получается организовать приуздельную уборку зерна. Вот они добываются реального результата, порядка 30 и выше процента увеличения производительности уборки за счет того, что они организовывают безостановочную уборку зерна. Комбайны не останавливаются, они на ходу выгружаются. Вот, по призыву, на то, что вы обратили на эти моменты внимание, это вся тема производительности и сдержек дополнительных доходов. Спасибо. Спасибо, Армен Думерыч. Вопросов Армен Думерыча больше нет? Спасибо.